МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В декабре 2020 обращение Эльдархана прозвучало в самый разгар пандемии. Так что и поставленные задачи во многом касались охраны здоровья ягутян. Я поручаю правительству в срок до 1 февраля разработать и внести мне на утверждение проект стратегического указа главы республики в сфере здравоохранения Якутии на период до 2025 года. Тогда многие эксперты отметили, что Айсен Николаев поставил перед депутатами и общественностью стратегические задачи, во многом определившие четкий курс дальнейшего развития республики, в том числе развитие медицины в регионе, объявив 2021 год годом здоровья. Нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в республике Саха-Якутия годом здоровья. Объявление 2021 года годом здоровья действительно стало своевременным ответом на запросы населения и медицины. Однако год здоровья – это не только решение вопросов, связанных с COVID-19. Он будет продолжен и в предстоящем десятилетии здоровья. Если даже во время войны думали о будущем и о развитии, так и в период пандемии нужно двигаться дальше. Мы все, конечно, и медицинское сообщество, мы депутаты правительства, конечно, чтобы реализовать успешно вот этот и провести на высоком уровне этот год, мы очень много мер приняли и так далее, поэтому было очень актуально и полезно. В этом году новую врачебную амбулаторию получили жители села Кебергене Абыйского района. Труднодоступный населенный пункт с 500 жителями обрел уверенность в завтрашнем дне. Мы располагаемся в 200 километрах дальше от населенного пункта и без преувеличения 4 месяца в году мы отрезаны от всех. В это время у нас ни самолетов, ни машин, поэтому аптека и амбулатория – жизненно важные объекты для моих односельчан. До 2024 года жизненно важные врачебные пункты получат еще 10 настегов региона. В десятилетии здоровья продолжат строиться новые ФАПы, оснащенные самым современным оборудованием. В районные больницы направлено беспрецедентное количество машин скорой помощи. К нам выделен автомобиль, столь необходимый в наших условиях. У нас, конечно, условия очень суровые на севере. Автомобили, конечно, очень быстро изнашиваются. Выделение вот этого автомобиля для нас тоже очень большое подспорье. Почти готовы к запуску такие нужные кардиологические и онкологические центры в Якутске. Объекты крайне важны для населения республики. Стройка идет полностью по графику. И мы уверены, что в установленные сроки объекты будут вводиться. Конечно же, сегодня уже поставлена задача не только строительства, не только оснащения, но уже и кадрового оснащения этих объектов. А это очень большие объекты. У нас на онкологическом диспансере будут работать свыше 1000 человек только медицинского персонала. На кардиодиспансере свыше 300 человек только медицинского персонала. Конечно, для осуществления всех задуманных планов очень важно иметь стабильный бюджет. В это сложное время якутский бюджет смог сохранить свою социальную направленность. А это значит, весь год мы строили школы, открывали детские сады, культурные и спортивные центры. Мы рады, что у нас новый детский сад. В сентябре этого года новое современное здание школы-сада площадью более 3000 квадратных метров появилось в селе Хараялах Оленёкского района. Долгожданное радостное событие жители отдалённого наслега ждали много десятилетий. Я вот учился в той школе, во второй класс я пошёл. А так, наш наслег была, ну, та школа была восьмилетняя, потом десятилетняя средняя школа стала. Ну, нынче вот мы очень благодарны вот нашему правительству, нашему руководству района, Алроса, компании за помощь при строительстве вот новой школы. Пандемия нанесла ощутимый удар по экономике. Тому виной вынуждены ограничения, начавшиеся в 2020 и продолжившиеся в 2021. Новые экономические вызовы требовали незамедлительного реагирования. Якутия одними из первых в стране приняла ряд антикризисных мер. В числе первых регионов страны мы отреагировали на экономические вызовы, уже в апреле приняв три пакета антикризисных мер. За счет всех источников на поддержку населения, здравоохранения и экономики направлено 32 миллиарда рублей. Помощь в виде выплат и пособий на общую сумму 8,5 миллиардов рублей получили 160 тысяч семей с детьми, 12 тысяч безработных якутян. Более миллиарда рублей направлено на поддержку малого бизнеса. 12 тысяч предпринимателей получили субсидии, воспользовались дополнительными налоговыми льготами, продвением сроков уплаты налогов. В послании курс на развитие получили и новые механизмы трудоустройства якутян в отрасли реального сектора. В 2021-м новую работу в производстве получили более 400 специалистов. Выполнена задача по снижению уровня безработицы до 6,5%. Во многом благодаря созданию новых рабочих мест в отраслях экономики и социальной сферы. Мои друзья, они боятся работать в промышленности, потому что это, во-первых, для них, они думают, что это сложно, это трудно, они оторваны от внешнего мира. Когда как на самом деле здесь у нас все оснащено, то есть новое оборудование, у нас есть интернет, поэтому мы связаны с внешним миром, то есть мы общаемся со своими родственниками. Лесные пожары – еще одно испытание 2021 года. Порядка 8 миллионов пройденного огнем леса. Небывалые масштабы. На борьбу вышли 26 тысяч человек. 1300 единиц техники. Не только профессиональные формирования, но и простые люди. Население, которое спасало свои дома и земли. Сгоревший бяскёль, выжженный огнем угодья, потеящее время. В мире животных и кормов пожары показали, насколько важно говорить о глобальном изменении климата и как важно подключать к этой проблеме ученых со всего мира. Я испытываю волнение, радость, счастье. Просто нет слов. Сон или наяву. Якутия в очередной раз выдержала испытание. Но сделала важные выводы, чтобы ситуация не повторилась вновь. Уже в следующем году на борьбу с лесными пожарами регион получит 1,6 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем в предыдущие годы. Год действительно стал большим вызовом. Но с таким практическим опытом и силой духа Якутия готова принимать любые вызовы и идти дальше, ставя перед собой новые задачи и новый вектор для своего развития. Спасибо нашему корреспонденту Ульяне Шагиной за такой масштабный сюжет. Ну что, в своем выступлении в прошлом году Айсен Николаев одной из первых поднял тему борьбы с коронавирусом. Да и в целом здравоохранение стало основным направлением не только прошлого года, объявленного Годом Здоровья, но и предстоящего десятилетия. Ольга Фанасьевна, как Вы считаете, удается ли добиться поставленных главой целей по улучшению общего здоровья якутиан? И будет ли продолжен этот здоровый вектор в будущем? Вообще, надо сказать, что сам факт того, что принята именно стратегия, то есть долгосрочная программа, это очень отрадно, так как наше здоровье, оно формируется не в один год, конечно же. Естественно, очень важно обращать внимание на профилактику. И вот мы увидели, что если в 2020 году мы были шокированы, ну в какой-то степени, конечно, все общества в целом, да, было шокировано вот этой новой пандемией, то 2021 год – это как раз тот период, когда мы начали оправляться, и наше правительство, наше руководство, оно вот нам в этом максимально помогало, поддерживало. Это вот сказали же в сюжете и строительство новых, значит, учреждений здравоохранения, в том числе и крупных центров кардиологического и онкологического. Это, я считаю, самое главное еще и профилактика, потому что у нас появилась возможность делать некую такую профилактическую программу, включаться в них, да, скрининги, например, онкоскрининг делать. Это же для нас, для якутян, очень важно. И еще, вы знаете, вот отработана система онлайн услуг в поликлиниках, когда можно и заранее записаться, и получить результат. Это очень помогает сегодня, так как мы находимся, ну, все-таки вот в таких несколько затрудненных обстоятельствах, все-таки пандемия продолжается. Но уже глядим с надеждой, потому что, да, многое сделано. И мы видим, насколько такие серьезные усилия и правительство, и сама система здравоохранения. В этом году ситуация с ковидом более или менее стабилизируется. Действительно, таких серьезных финансовых вливаний, наверное, не требует. Тем более, что вакцину от ковида получили 73% жителей Якутии и не за горами коллективный иммунитет. Но все же, какие сферы, как вы считаете, все-таки требуют серьезной финансовой поддержки в будущем? И на что Эсси Николаев обратит внимание в своем послании? Мне кажется, что для нашей республики это, конечно, сельское хозяйство. Так как мы все-таки республика агропромышленная. И, конечно, вот это внимание, которое всегда ежегодно подчеркивается и в послании, и выделяется, но по нарастающей. Поэтому очень отрадно видеть продукцию наших местных производителей в магазинах, например. Мы понимаем, что это благодаря поддержке, вот той поддержке бюджетной, потому что сельское хозяйство в наших трудных условиях, оно требует бюджетирования, конечно, серьезного. И второе, ну мне бы очень хотелось, да, как преподаватель университета, чтобы у нас образование поддерживалось, дошкольное, среднешкольное, конечно же. Ну все уровни образования поддерживались бы, и это было бы очень здорово, так как мы находимся тоже в серьезном таком испытании пандемии сегодня, системы образования. Вы затронули тему сельского хозяйства, действительно, она требует развития, но этим летом Якутия столкнулась с серьезными трудностями, в том числе и в сельском хозяйстве. То есть была серьезная засуха, навалились на Якутию крупные природные пожары, даже огонь зашел в один из населенных пунктов. Обратите ли внимание в своем послании глава на противодействие вот этим стихийным бедствиям? Он обязательно об этом, я думаю, скажет, потому что эта тема была буквально главной, да, в течение нескольких месяцев летних у нас новостных, в новостных везде порталах, сайтах, везде вот эта тема была главной, потому что, ну как, мы все пережили это, мы все прошли через эту практически экологическую катастрофу, которая постигла нашу республику. И мы увидели, что те процессы, которые происходят на планете, они бьют по нашему региону, в том числе очень сильно, так как у нас свои сложности, свои объективные проблемы, связанные с транспортом, с техникой, с тем, что вот малодоступность. И то, что засуха, это вот, ну конечно, сильнейшее испытание для республики, но республика вот максимально подтянулась, и власть, и само гражданское общество, люди все буквально бросились на тушение пожаров. Сочувствие проявлял весь мир, и Россия вся, и весь мир. Ну мы понимали, что вот нам помогут, потому что, но то, что я вот видела как раз выступление Асим Сергеевича в правительстве, сколько усилий было предпринято со стороны нашего руководства. Может быть мы не всегда об этом на 100% были информированы, но знали, да. Ольга Фанасьевна, спасибо за ваше мнение. Что ж, до старта послание главы Якутии к госсобранию Ултумен остается буквально 5 минут. В Доме правительства сейчас работает наш корреспондент Власий Сергеев. Власий, я приветствую тебя. Какая атмосфера царит в ожидании обращения главы? Что бы ты отметил? Сергей, здравствуй. Да, все абсолютно верно. Я нахожусь в Доме правительства, а именно в зале республики, где в скором времени глава региона Асим Николаев выступит с ежегодным обращением к депутатам государственного собрания Ултумен. Безусловно, к этому событию приковано внимание всех якутян, ведь данное обращение выделит спектр дальнейшего развития Якутии. Отмечу, что прямая трансляция будет вестись на всех республиканских телеканалах, в ряде радиостанций, а также в социальных сетях главы. Здесь, в зале республики, помимо депутатов государственного собрания Ултумен, присутствуют члены правительства республики, представители образовательных и научных учреждений, деятели культуры и искусств и общественники. Отмечу, что в этом году в зале также присутствуют те, кто в хорошем смысле отличился своим трудом. Речь, конечно же, идет о сотрудниках медицинских учреждений и огнеборцах. Помимо этого, в зале присутствуют и другие герои, это многодетные матери. В настоящий момент в зале, как вы можете почувствовать, идет живое обсуждение. Все делятся мнениями касательно того, на чем же будет сделан акцент в обращении главы. Ну и перед началом ежегодного обращения главы республики у нас есть возможность поговорить с участниками данного мероприятия. Так, сейчас рядом со мной депутат государственного собрания Ултумен Антонина Григорьева. Антонина Афанасьевна, итак, поделитесь с нами мнением, в чем же заключается, собственно, суть и цели обращения главы. Добрый день. Послание главы, это всегда, главы республики, это всегда важнейшие политические и государственные, общественные события. И в этом послании, в этом году, это тоже, конечно, будут заданы новые координаты развития республики. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения органам власти, которые мы должны быстро реализовать и сделать корректировку планов работы законодателей. И, конечно, мы все получим ответы на все самые острые вопросы. И главный вопрос – повышение уровня благосостояния якутян. Антонина Афанасьевна, как Вы думаете, на чем же будут сделаны главные акценты в обращении главы в этом году? Акцентов будет, конечно, много, но в будущем году у нас замечательный ориентир празднования столетий республики. Но это для нас не только веха пройденного пути, но это новые стандарты. Это будет дан новый стандарт, новый этап развития с новыми стандартами жизненной среды якутян, новым качеством здравоохранения, образования, экологии, благоустройства, сферы культуры и досуга в городах и селах. И, конечно же, будут, наверное, я надеюсь, еще раз введены новые меры социальной поддержки семей, матерей, детей и многое другое. — Ну что ж, Антонина Афанасьевна, благодарим Вас за Ваш ответ. Ну и, дорогие друзья, как Вы можете заметить за моей спиной, все участники данного мероприятия уже занимают свои места в зале и практически все готово для начала ежегодного обращения главы. Ну и я отмечу, что мы с моими коллегами продолжим работать в зале республики. Ну и у меня на этом все. Передаю слово студии. Сергей. Спасибо за информацию. Мы свяжемся с тобой по завершению послания СНН Николаева. А сейчас снова вернемся в нашу студию. Ольга Афанасьевна, стимулами восстановления экономического роста, по мнению главы, являются и крупные инфраструктурные проекты. Среди них, конечно, выделяет строительство Ленского моста. Да, в этом году работы начали переходить в активную фазу. Построено и отремонтировано колоссальное количество дорог. Как Вы думаете, продолжат ли эту работу? Обязательно. Тем более, что вот эта вековая уже действительно мечта, она будет очень так символична, если мы в 2022 году продвинемся в этом плане к столетию республики. Вот эта мечта будет уже на пути к осуществлению новой Якутии. Действительно, тем более президент Владимир Путин озвучил план по развитию транспортной инфраструктуры, в принципе, на Дальнем Востоке. Поэтому мост построить необходимо, чтобы связать все дороги воедино. И у нас остается буквально несколько секунд. Ольга Афанасьевна, Ваши последние ожидания, прогнозы по посланию хочется услышать. Ну, поддержка социально уязвимых социальных групп, мне кажется, вот, да, обязательно, и бюджетных работников, вот это прозвучит. Ну, я хотела бы, вдруг объявят год экологии, было бы хорошо. Действительно, может быть, будет год экологии, может быть, какой-нибудь другой год. Все это мы сейчас увидим. Мы прямо сейчас перемещаемся в овальный зал Дома правительства, и вместе смотрим трансляцию послания главы республики Саха-Якутия, Айсана Николаева, Государственному собранию Илтумэ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Глава республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Глава республики Саха-Якутия А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые народные депутаты, дорогие сограждане, представляю вам свое ежегодное послание в канун особого для всех нас года, отмеченного знаковым событием столетием Якутской АССР. Эта дата имеет глубочайший смысл как вековой рубеж государственности республики и начало нового исторического столетия пути родной Якутии. В начале прошлого века великие сыны Якутии, Максим Амосов, Платон Аюнский и Сидор Барахов, их соратники, предвидя изменения хода истории и поставив перед собой цель лучшего будущего для народа, приняли судьбоносные решения и Якутия повернула на путь всеобщего развития. Сегодня уже сбылись многие мечты Платона Алексеевича Аюнского из его знаменитого Великого Столетнего Плана. Республика стала одним из ведущих регионов, важнейшим культурным, образовательным центром, локомотивом развития Северо-Востока России. Обращаясь к нашему богатому наследию, культуре и истории, сегодня мы должны также смело ставить перед собой цели для стремительного движения вперед в предстоящем столетии. При этом очень важно понимать реальность, в которой нам предстоит развиваться далее. Мир вступил в эпоху невиданных по темпам изменений, будь то в природной среде, в социуме или производстве. Поэтому в ближайшем будущем наша главная цель – обрести устойчивость во всех сферах жизни, чтобы сберечь народ, сберечь наши ценности в условиях быстро меняющегося мира, чтобы сохранить и приумножить уникальный человеческий капитал Якутии. Я убежден, у нашей республики свой особый путь к устойчивому развитию. Этот путь может стать примером для северных арктических регионов мира, стать значительным вкладом в достижение общих целей человечества. То, что понимается мировым сообществом под принципами устойчивого развития, экологической, социальной, управленческой ответственности, абсолютно естественно для Якутии. Извечное преодоление суровых вызовов воспитало в нас особенную картину мира, в ее центре идея жизни и гармонии с окружающей средой, идея солидарности в заботе о каждом человеке. Эта ключевая идея – наша безусловная ценность. Принять ее всем обществом и руководствуясь во всех наших начинаниях – вот что может стать опорой и достижением счастья и благополучия настоящих и будущих поколений. Уверен, вместе нам по силу достичь этой цели, за всю историю Якутии, за сто лет государственности республики, мы вместе с нашей страной пережили многое – годы созидания и развития, периоды кризисов и преодолений. Но во все времена несгибаемая воля многонационального народа, хранителя бескрайних северных территорий, неизменно вела и ведет Якутию вперед. Уважаемые друзья, сегодня перед нами стоят проблемы очень серьезного характера, от которых напрямую зависит самочувствие и человека, и общества в целом. Несколько лет назад никто не мог себе представить те трудности, с которыми мы столкнулись. В уходящем году к давлению пандемии коронавируса прибавилось испытание огненной стихии. Из-за самого жаркого и засушливого лета за всю историю метеонаблюдений лесные пожары охватили колоссальные площади тайги, нанесли ущерб экологии, сельскому хозяйству и, конечно, самочувствию людей. В 2021 году мы увеличили численность сотрудников эволюционной республики, был усилен парк противопожарной техники, приведена в готовность система мониторинга, создано Арктическое авиаотделение для защиты северных районов. Однако, натиск стихии был несравним с нашими ресурсами для сдерживания. Каждый день, особенности с наступлением сезона сухих гроз, количество новых пожаров стремительно росло, достигнув максимума 126 за сутки. Огонь напрямую угрожал 46 поселкам в 16 районах республики. По поручению президента России Владимир Владимировича Путина на территории Якутии была развернута крупнейшая группировка в истории борьбы с лесными пожарами. Всего в тушение природных пожаров в этом году участвовало 26 166 человек. В их числе бойцы лесопожарных формирований из 19 регионов страны, спасатели МЧС, военные инженерных войск. Действовало 52 воздушных судна МЧС России, Министерство обороны, якутских авиакомпаний. На тушение пожаров поднялись жители республики. В тяжёлое для республики время якутяне проявили лучшие человеческие качества и солидарность. В непростых условиях, объединив усилия, мы смогли выдержать сложнейшие испытания. Но слишком велика цена битвы за тайгу. Это миллионы гектаров сгоревшего леса, это ущерб здоровью людей от многодневного смога, тревога и стресс жителей республики. Трагедией для всех настали события 7 августа в Бескёле. Верховой пожар при сильнейшем ветре перешёл на территорию села. Огнеборцы не дали пожару полностью охватить село, но огонь уничтожил 32 дома. 191 человек остались без крови. В тот день я был в Бескёле, говорил с людьми. Они даже в шоковом состоянии сохраняли выдержку, присущую нашему народу. Там же, на месте, в тот же день мы приняли решение во что бы то ни стало, до наступления холодов построить людям дома, наладить хозяйство, вернуть пострадавших к нормальной жизни. Мы смогли это сделать благодаря совместным усилиям всех уровней власти, участию промышленных компаний, предприятий республики, поддержке якутян и жителей других регионов страны. За 70 дней в селе построено 34 полностью благоустроенных жилых дома, построено 9 коровников, в том числе комплекс на 100 голов крестьянского хозяйства Атомай. Кратчайшие сроки были протянуты газовые сети, линии электропередач, более 7 километров оптоволкна. Я хочу еще раз поблагодарить компанию «Алроса» за оперативное решение направить 200 миллионов рублей на строительство домов в Бескёле. Свой большой вклад в восстановление внесли компании «Тасурях нефтегаздобыча» и «Полюс Алдан». На строительство работало 9 подрядных организаций, более 200 человек. Люди, трудовые коллективы со всей Якутии и страны помогли обставить новые дома, купить бытовую технику, все, что нужно для жизни людей. Дети из Бескёля отдохнули в лучших детских центрах страны. Жители села получили санаторно-курортное лечение. В 2022 году уже начнется строительство новой школы в селе. В части строительства Атомайского центра досуга правительству надо результативно отработать с федеральными ведомствами, и поручение главы нашего государства должно быть, безусловно, выполнено. Жизнь в микрорайоне Кескель налаживается, но это драматическое событие остается в истории и села, и горного улуса, да и всей нашей республики. Я надеюсь, что со временем в памяти людей останется только чувство сплоченности и поддержки народа, теплого сопереживания соотечественников. Теперь наша главная задача – это не допустить повторения ситуации, сделать всё от нас зависящее для предотвращения губительных лесных пожаров. Здесь не надо питать никаких иллюзий. Изменения климата в северных широтах во всём мире проявляются гораздо быстрее, и по всему миру всё больше растут риски крупных природных пожаров. Необходимо существенное повышение эффективности системы охраны лесов от пожаров. В результате реформирования лесного хозяйства в начале века эта система сегодня оказалась разрозненной и малоэффективной. Сегодня необходимы серьёзные решения в этой отрасли. Времена, когда лесопожарные службы работали по принципу «каждый сам за себя» должны остаться в прошлом. Сейчас нам надо обеспечить единое реагирование всех лесопожарных служб на вызовы природной стихии. Это одна из главных задач, которая будет стоять перед новым министром экологии и природных ресурсов республики. На 2022 год финансирование охраны лесов от пожаров в республике за счёт средств федерального бюджета вырастет в 5,5 раз и составит 1,619,000,000 рублей. Это позволит увеличить кратность авиационного патрулирования лесов в три раза, а наземного патрулирования – в 8 раз. Численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы республики возрастёт почти вдвое до 405 человек. На федеральном уровне принимают сейчас решение об увеличении на 300 человек численности федеральной авиалисохраны на Дальнем Востоке с формированием дополнительного авиационного подразделения. Мы в республике также продолжим восстановление авиаотделений. Как я уже сказал, у нас в этом году создано Артийское авиаотделение. Такие же авиаотделения должны создаваться и далее на территории республики. Пожары этого года показали, насколько важны действия органов местного самоуправления. Главы на слегов и районов руководили тушением пожаров не из кабинетов, а на передовой. Я был с ними на пожарах и на прямой связи круглые сутки, и хорошо знаю, какой ценой далась защита посёлков во многих улусах. Сейчас перед муниципалитетами стоит задача выполнить все требования по пожарной безопасности населённых пунктов. Проблем здесь много, нехватка техники, нехватка ресурсов. Здесь нам тоже надо принять решение по механизму финансирования и организации этих работ. При этом сегодня в полный рост встаёт вопрос восстановления лесов. Эта проблема никак не решалась десятилетиями, и леса у нас после пожаров всегда восстанавливались естественным путём. Если прямо говорить, то сейчас эффективное лесовосстановление нам надо начинать практически с нуля. Надо создавать научно-внедренческую технологическую базу, надо готовить специалистов. Для этого необходима долгосрочная комплексная программа. Разработать её надо уже в первой половине этого года. В программу должны быть вовлечены учёные и лесоводы под эгидой научно-образовательного центра «Север», ресурсы лесного хозяйства, партнёры из реального сектора экономики. Чтобы предотвратить ущерб от пожаров, мы должны реализовать проекты с долгосрочным эффектом. В связи с этим на территории Якутии надо создать карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса на основе цифровых технологий. Также нужно формировать уже сеть лесных карбоновых ферм для поглощения деревьями вредных выбросов. Прошу народных депутатов поддержать развитие отрасли лесовосстановления и в целом минимизацию ущерба окружающей среды от природных пожаров законодательными решениями. В том числе в рамках рассмотрения уже во втором чтении Экологического кодекса Республики, который вчера принят вами в первом чтении. Прошу наших депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации поднять эту тему на уровне федерального законодательства. Сохранность лесов и их восстановление – проблема не отдельных регионов, это проблема всей страны и даже всего мира. И будет очень правильным, если Якутия, как крупнейший лесной регион страны, выступит инициатором комплексных решений по сохранению лесов России для будущего поколения. Уважаемые коллеги, противостояние огненной стихии не заслонило и не отвело на второй план главное, чем мы живем уже второй год. Это защита здоровья и жизни людей. Совместно с Роспотребнадзором мы с первых дней пандемии развернули широкое тестирование на коронавирус. Это позволяет нам держать достаточно высокий уровень и оперативность выявления заболевших. Коечный фонд ковидных стационарах Республики доходил в максимуме до 3200 коек. Делалось и делается все возможное, чтобы в арсенале врачей и в городских, и в районных больницах были эффективные лекарства. Но опасность еще не отступила. Коронавирус наносит все новые удары, заболевают многие люди, наши родные, знакомые, коллеги. Медики делают все, что в их силах для лечения самых тяжелых больных. Смертность от ковида сегодня в Республике более чем в два раза ниже, чем средняя по стране. Но, несмотря на все усилия к огромной нашей боли, уже на сегодня 1736 наших земляков ушли из жизни от жестокой болезни. В этом году мы получили оранжие от коронавируса, это отечественные вакцины. Возможность получить прививку, а значит максимально защитить себя и своих родных от смертельной опасности, есть сегодня у каждого жителя Якутии. Нас, якутян, всегда отличал здравый смысл и вера в знания. В борьбе с коронавирусом эти качества нужны как никогда. Сейчас от нашей культуры, от нашей осознанности и нашего отбора мракобесию и воинствующему дилетантизму зависит жизнь и здоровье каждого. Всем обществам нам надо идти к коллективной защите. И мы это делаем. Республика сегодня уже достигла уровня 70% вакцинации взрослых жителей первым компонентом. Город Якутск уже превысил 74%. На уровень более 80% вышли Абыйский, Аллаиховский, Жиганский, Ленский, Момский и все три колымских района. Уверен, жители и других районов также ответственно будут подходить к достижению более сильной общей защиты от опаснейшего вируса. Особая забота – это восстановление здоровья переболевших коронавирусной инфекцией. Я предлагаю в рамках государственной программы развития здравоохранения Республики реализовать специальный проект «Здоровая жизнь после ковида». Ставлю задачу организовать систему мониторинга и реабилитационного сопровождения переболевших якутян, исходя из оценки тяжести перенесенной болезни и риска осложнений. Нет сомнений, что коронавирус будет побежден. Но уже сейчас мы должны позаботиться о том, как сохранить общественное здоровье в тяжелейшей борьбе с пандемией. Должны позаботиться о будущем благополучии каждого человека, а значит и всего многонационального народа. Когда в своем прошлогоднем послании я объявил 21-й год годом здоровья, многие отнеслись к этому с большим скепсисом. Говорили, что дай бог выдержать натиск пандемии, а делать еще что-то в сфере охраны здоровья просто не будет никакой возможности. Но в этом году мы сделали многое. На хорошие темпы вышло развитие инфраструктуры здравоохранения. С вводом кардиологического центра жителям Якутии будут доступны лучшие мировые медицинские технологии лечения болезней сердечно-сосудистой системы. Строится онкологический центр, который будет также оснащен новейшим оборудованием для ранней диагностики и высокотехнологичного лечения онкологических заболеваний. Для двух флагманов современной медицины Якутии готовятся кадры ведущих медицинских центров страны и мира. В этом году мы начали совершенно новый этап развития здравоохранения в районах. Продолжается реконструкция медицинских учреждений Нюрнгринского района. Началось строиться центральных больниц в Татте, Чурапче, Вилюйске, Усьмайе, Моме. В предстоящем году завершится проектирование Мегана, Кангаласской, Кобейской, Намской, Нюрбинской, Сунтарской центральных районных больниц, а в 2023 году начнется их строительство. Значительный прорыв есть в цифровой трансформации здравоохранения. Для нашей огромной по территории республики цифровизация имеет важнейшее значение для расширения телемедицины, управления скорой и неотложной помощью, включая санитарную авиацию. Каждый пятый житель республики сегодня пользуется онлайн-сервисами, такими как облачная поликлиника. В систему здравоохранения выделяются персонализированные и диагностические лечебные платформы. На базе республиканской клинической больницы номер 3 создан Центр предиктивной медицины и биоинформатики. Запущен проект клинический скрининг и паспорт наследственных заболеваний для будущих мам из арктических и сельских районов. В год здоровья мы сделали серьезные шаги по развитию тех областей здравоохранения, которые до сих пор оставались вне должного внимания. Впервые в республике развернуто 63 койки паллиативной медицинской помощи. Одними из первых в России мы приняли и начали реализовывать в этом году программу по охране психологического здоровья граждан. Можно уже сказать, что в год здоровья началась закладка фундамента для коренных перемен в укреплении общественного здоровья. Но мы далеки еще от решения всех проблем. И в плане медицины, и в плане формирования культуры здорового образа жизни. Это непростой и небыстрый путь, и мы пройдем его в рамках десятилетия здоровья. Во голову угла поставлена безусловная ценность здоровья каждого жителя Якутии. Здоровье, которое определяется образом жизни в нашем суровом климате, качеством окружающей среды и доступностью здравоохранения. Перед нами стоят задачи, которые требуют принципиально новых персонализированных подходов к здоровью и сбережению. Вехи этого пути, цели и конкретные задачи определены моим указом о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения нашей республики. Это подготовка кадров в сфере персонализированной, превентивной медицины. Это создание цифровых платформ, через которые каждый житель республики будет получать необходимые личные ему медицинские услуги, и где будут храниться все данные о его здоровье с самого рождения. И, конечно, это работа с людьми и их мотивация к здоровому образу жизни. С 2022 года мы начнем организацию стопроцентного охвата якутян целевыми профилактическими досмотрами и скринингом наиболее распространенных онкологических заболеваний. В наступающем году с 1 сентября должна быть наделена региональная модель здорового детского питания. Будет обновлена концепция развития наркологической помощи в республике. Особого внимания требует охрана здоровья жителей Арктики. Требует новых решений проблемы, связанные с нехваткой медиков, с огромными, порой неопредалимыми расстояниями до лечебных учреждений. Отдельное направление – это сохранение генофонда северных атмосфер. В этой связи я предлагаю создать блок арктической медицины для мониторинга здоровья, профилактики и лечения людей в условиях труднодоступности и самого сурового на планете климата. Недавно от одного из ведущих российских экспертов здравоохранения я услышал мудрый совет. Опирайтесь на менталитет народа, на вашу культуру, ведь у жителей Якутии заложены традиции их здоровья. Их просто надо вспомнить и вернуть в повестку. Я думаю, нам обязательно надо последовать этому совету, чтобы и будущие поколения получили от нас традиции сохранения здоровья, сбережения каждого человека и сбережения всего народа. Уважаемые друзья, сейчас, когда завершается год, принесший нам немало испытаний, меня не покидают уверенность, что именно воля, присущая поколениям жителей Якутии, дает нам силы в преодолении всех трудностей. Примером этой воли, примером характера якутян являются люди, которые проявили настоящий героизм в испытаниях этого года. Это наши медики и наши огнеборцы. Они, не считаясь ни с чем, спасали здоровье людей, спасали леса и села. Это наши соотечественники из числа тех, кто по доброй воле, по велению сердца, встал на защиту родных мест от огненной стихии. У нас уже сложилась добрая традиция приглашать на послание героев года, и сегодня они вместе с нами в этом зале. Врач Якутской республиканской клинической больницы Кирилл Викторович Чулаков лечит самых тяжелых больных COVID-19. Под его руководством прошли лечение более полутора тысяч больных. Сардана Николаевна Васильева, фельдшер станции скорой медицинской помощи в Якутске, находится на передовой с самого начала пандемии. А врач Намской центральной районной больницы Николай Владимирович Васильев борется с опасной болезнью, заслужив признание всех жителей района. Инструктор десантно-пожарной группы Якутской базы авиалесохраны Профирий Семенович Габышев и инженер по охране и защите леса Якутска Лесресурса Юрий Ильич Кусатов участвовали в тушении сильнейших пожаров, которые угрожали многим селам. В каждом наследии, где была угроза лесного пожара, жители, как один, вышли на борьбу с огненной стихией. В числе самых первых вышел дать отпор пожарам в Намском улусе тракторист Константин Николаевич Семенов. Благодаря таким людям, как Аркадий Степанович Васильев из села Уртосюр, глава кировского наследия Савва Иннокенчич Данилов, тушились страшнейшие пожары в Горном улусе. Рискуя своей жизнью, спас от огня котельную в Бескёле Спердон Сергеевич Яковлев, мастер горного филиала Божьего Сахара. В вашем лице, друзья, я благодарю всех ваших коллег и земляков и передаю им слова искреннего уважения и гордости от имени всего народа Якутии. Я благодарен всем якутянам, неравнодушным и ответственным, всем согражданам, кто словом и делом помог людям в сложное время, всем, кто не остался в стороне от важных событий в жизни республики. Главным политическим событием года стали выборы в Государственную Думу, которые прошли у нас в республике честно и открыто. В результате Якутию в Госдуме впервые представляют 4 депутата. Уверен, что все они будут работать вместе, отстаивая интересы всей республики. В этом году избраны новые главы трёх крупнейших муниципальных образований города Якутска, Неренгринского и Мирненского районов. Прошли выборы глав арктийских и сельхозяйственных улусах Булунского, Жиганского и вот буквально до днях Чуропчинского. Всех новых лидеров отличает молодость и при этом хороший управленческий опыт. А главное умение слушать и слышать людей. Это очень важно. Без учёта мнения граждан власть не может быть эффективной. Сегодня, выстраивая единую систему публичной власти, нам необходимо укреплять взаимодействие государственных и муниципальных органов власти на принципах открытости к переменам и к диалогу с людьми. Перестройки функций органов власти и сущности их взаимоотношений с обществом координирующую роль должна выполнять администрация главы и правительства республики. Главным индикатором преобразования в государственном управлении должно стать укрепление доверия якутян к власти. Властные органы не могут быть бездушной бюрократической машиной. Власть должна стать эффективной и способной создать условия для улучшения жизни и качества жизни всех людей, способной быть опорой для общества, для каждого человека в самых сложных ситуациях. Власть всегда должна быть вместе с народом. Уважаемые коллеги, с самого начала пандемии перед нами стоял вопрос, готовы ли мы к изменениям хода жизни на планете, сможем ли научиться жить и работать в новых условиях, или надо будет свернуть проекты, пересмотреть стратегии и направить все ресурсы на жизнеобеспечение и безопасность людей. Да, наша экономика встретила серьезнейшие вызовы. В 2020 году в условиях неопределенности каждый 11-й трудоспособный якутянин получал пособие по безработице. Каждое третье малое предприятие временно приостановило свою работу. Крупные компании вынужденно сокращали свои производства, сохраняя рабочие места только за счет беспрецедентной экономии. Но 2021 год в полной мере показал, мы не только научились жить и работать в сложнейших условиях. Мы сумели во многих отраслях экономики, социальной сферы и общественной жизни обратить вызовы в преимущества и даже добиться серьезных успехов. Сразу хочу сказать, ничего не далось легко, ничего не случилось само по себе. Наш народ, наши люди в этот непростой год работали с большой отдачей, делали свое дело с выдержкой и ответственностью. Именно трудом якутян, тружеников республики в условиях ограничений не допущено глубокого спада ни в одной сфере. За этим также стоит напряженная работа по привлечению федеральных и внебюджетных ресурсов, по созданию условий для инвестиционной активности, для реализации инфраструктурных проектов и ускоренной цифровизации. Хочу отметить новый уровень сотрудничества с промышленными компаниями, действующими в республике. Мы все понимаем взаимную связь успеха реального сектора, ключевых отраслей с устойчивостью социальной сферы республики, с ее бюджетной обеспеченностью. И в конечном итоге с повышением качества жизни всех якутян. Результат сегодня есть. Экономика республики адаптировалась к новым условиям, сняты острые угрозы и появились заделы на будущее. Восстановление экономики становится необратимым, перешагнув уже доковидные показатели. В очередной раз Якутия в 2021 году обновляет исторические максимумы в добывающих отраслях. По итогам года мы ожидаем, что добыча угля достигнет 30 миллионов тонн, нефти – 17 миллионов тонн, будут добыты исторические 12 миллиардов кубометров газа, а добыча золота впервые в истории преодолеет рубеж в 40-ту. Промышленный рост на 18% превысит уровень 2020 года и на 12,5% – самого успешного доковидного 2019 года. Мы сохраняем лидерство на Дальнем Востоке по объему промышленного производства. Почти каждый третий рубль на Дальнем Востоке производится у нас, Якутии. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Якутия вышла на 10-е место. Реальным подтверждением этому являются крупнейшие инвестпроекты, осуществленные в республике. В апреле в Нерунгринском районе введена в эксплуатацию шахта Восточно-Денисовская угледобывающая компания «Колмар» мощностью 4 миллиона тонн в год. В октябре завершилось строительство Нежданинского горнообогатительного комбината в Тампонском районе с годовой производительностью до 5,6 тонн золота в год. На этих двух предприятиях сегодня уже создано более 3200 рабочих мест, где уже сегодня трудятся местные кадры. Вокруг второго по величине в Якутии месторождения золота Кючусь сегодня начинает формироваться крупный промышленный кластер с единым энергетическим ядром с участием крупнейших госкорпораций страны Ростех и Росатом. Пандемия вызвала не только негативные последствия. Ряд отраслей получил сегодня ускоренное развитие. Это IT-сфера, все области цифровизации, креативные проекты. По итогам 10 месяцев этого года мы занимаем 9 место по России и первое место на Дальнем Востоке по экспорту IT-продукции. С каждым годом растет число занятых в отрасли. Если в 2018 году в сфере IT у нас работало 1200 человек, то сейчас уже более 3500. В одном только IT-парке создано 300 рабочих мест, а общая годовая выручка резидентов уже дошла до миллиарда рублей. Есть успехи и у резидентов технопарка Якутия, который отмечает в этом году 10-летний юбилей. Их проекты помогают в решении проблем диагностики, профилактики и лечения коронавирусной инфекции, сбережения окружающей среды. По решению заместителя председателя правительства полпряда президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева на реконструкцию здания для креативного кластера в городе Якутске направлено 940 миллионов рублей федеральных и республиканских средств. Его открытие в 2022 году обеспечит более 1250 рабочих мест в десятках креативных проектов. Мы начинаем новый этап поддержки местного производства. Впервые через Фонд развития промышленности в предстоящем году будет направлено 100 миллионов рублей из бюджета на поддержку предприятий легкой ювелирной и лесной промышленности. Развитие несырьевого сектора экономики создает платформу будущего для активной творческой молодежи, которая связывает свою жизнь с родной республикой. Доверие инвесторов, как крупных, так и небольших, позволяет сегодня уже строить долгосрочные планы, прогнозировать рост собственных доходов государственного бюджета и, самое главное, определять приоритетные расходы, связанные в первую очередь с чаяниями и ожиданиями якутян. Мы входим в юбилейный год с растущим объемом собственных доходов бюджета. Он превысил 151 миллиард рублей. Третье этих доходов будет обеспечено за счет вклада группы компаний «Алроса». На 12% к 2021 году до 113 миллиардов рублей увеличилась федеральная поддержка. Общий объем средств, выделяемых местным бюджетом, превысит в 2022 году 90,5 миллиардов рублей. В том числе на 3,536 миллионов рублей увеличатся дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, и они достигнут 33,293 миллионов рублей. Половина расходов госбюджета свыше 132 миллиардов рублей направляется на социальную поддержку якутян, на образование, здравоохранение, культуру и спорт. По инвестиционной программе 42 миллиарда 647 миллионов рублей будет направлено на строительство школ, детских садов, больниц, домов культуры, спортивных комплексов, на расселение аварийного жилья. Значительно увеличены расходы на газификацию и развитие сельского хозяйства. Принятый бюджет, сохраняя традиционную для Якутии социальную направленность, является бюджетом развития, бюджетом приоритетного инвестирования в улучшение условий жизни якутян. Это результат большой общей работы. Рассмотрено более 700 поправок в ходе принятия бюджета, за каждый из которых стоят запросы жителей республики, муниципалитетов и отраслей. Я благодарю парламент республики и прошу в течение предстоящего года вместе с правительством внимательно работать по бюджету, используя все возможности по его наполнению и реагируя на изменения экономической и социальной ситуации. С каждым годом у нас растет объем финансирования национальных проектов. Так, за три года на их реализацию в республику направлено свыше 94 миллиардов рублей, в том числе федеральная бюджета – 63 миллиарда рублей. Но главное, конечно, это не цифры, это социальный эффект, который получает республика. По ряду показателей национальных проектов мы достигли результата выше, чем в среднем по России. В этих показателях влияние национальных проектов на улучшение важнейших для каждого человека сторон жизни. Ускорились темпы создания инфраструктуры для жизни. Это новые школы, детские сады, дороги, аэропорты, волоконно-апчистские линии связи. Если в 2020 году у нас в республике было построено 45 социальных объектов, то в этом году в городах и районах будет введено 50 крупных социальных объектов. В их числе рекордные за последние 5 лет 11 школ и 10 домов культуры. Радует, что это не просто новые здания, а места притяжения, куда детям, да и взрослым хочется возвращаться снова и снова. Яркий пример – школа-сад в октемсах Ангаласского улуса, которую мы открыли в сентябре. Думаю, что по уникальному дизайну, по великолепной эстетике и комфорту это лучшая школа в сельской местности во всей России. Вдохновляют жители республики на смелые творческие проекты и новые дома культуры. Так, в Вилюйске, в новом дворце культуры имени первого профессионального композитора Якутии Марка Николаевича Жиркова, идут репетиции первой оперы в республике в исполнении муниципального коллектива. Продолжается прокладка линий волокон на оптической связи. В этом году, несмотря на сложнейшие условия, проложены рекордные 3000 километров от окна, в том числе и в Арктике. И 70 населенных пунктов республики подключены к быстрому интернету. Становится традицией ежегодно вводить не менее 500 километров автомобильных дорог. За два последних года в республике построено и реконструировано 1035 километров дорог. В своем прошлогоднем послании я оставил задачу, которую посчитал делом чести, в канун юбилея республики завершить затянувшиеся на многие-многие года ремонт автодороги нам до села Хатрык, родины Максима Кировича Амосова. Задача выполнена, асфальтирование дороги полностью завершено. В этом году в четырех улусах – Амгинском, Кобейском, Чуропчинском и Устьянском – возведено 10 новых мостов. 48 километров новых дорог уже оценили жители города Якутска. Были, безусловно, опасения, справится ли город с объемом работ вдвое большим, чем в 2020 году. Справились, причем без больших неудобств, с хорошим качеством и без укладки асфальта в снег. Снижать взятые темпы мы не намерены. В наступающем году будет введено не менее полутысячи километров автомобильных дорог. Продолжатся дорожные работы в Якутске, план на год 34 километра. В 2022 году завершится долгожданное асфальтирование автодороги Колыма до Чуропчи. На федеральной дороге Вилюй начнется строительство моста у Верхневлюйска, первого и крупнейшего из четырех мостовых переходов через Вилюй, которые будут построены в ближайшие десятилетия. Одним из основных событий этого года стало начало реализации важнейшего стратегического проекта Ленского моста. Завершено строительство технологической площадки, переустройство сетей электроснабжения, связи и газоснабжения. С получением положительного заключения глав госэкспертизы на основной этап, со следующего года начнется строительство уже непосредственно самого моста. Есть, конечно, вопросы у некоторых федеральных ведомств, которые норовят наш проект оценивать чисто экономическими категориями, но дальнейшее увеличение нашей доли финансирования строительства моста для республики неприемлемо. Ленский мост нужен не только Якутии, это важнейший геостратегический транспортный проект всей России. Поручение нашего президента об обеспечении до 2030 года круглогодичного, бесперебойного сообщения по федеральным автодорогам Лена, Вилюй и Колыма еще раз подтверждает его внимание к вопросам транспортной связанности Якутии и всего Востока России. И флагманом, конечно же, здесь будет являться строительство Ленского моста. Еще одна важнейшая цель – это доступное авиасообщение, альтернативы которому нет для жителей многих районов Якутии. Одной из самых острых проблем остается высокая, порой неподъемная стоимость перелета внутри республики. Мы задействуем все возможные механизмы, чтобы авиабилеты здесь становились доступнее. На 2022 год на 100 миллионов рублей увеличен объем субсидий межулусных авиаперевозок по республике. Теперь жители 13-ти арктийских улусов, независимо от возраста, получат возможность летать до Якутска и обратно по льготным билетам. Механизм субсидирования должен быть запущен без промедления уже с января. Республика также активно участвует в деятельности единой дальневосточной авиакомпании. Наши самолеты выполняют социально значимые субсидированные авиарейсы. По итогам года маршрут Якутск-Хабаровск стал самым востребованным из этих рейсов по всей дальневосточной авиакомпании. В следующем году география субсидированных авиарейсов единой компании из республики расширится, откроется еще 7 субсидированных маршрутов. Также я оставлю задачу перед правительством республики не допустить ситуации этого года с субсидированными билетами в центральные города России. Якутяне должны воспользоваться своим правом на льготные перелеты уже с начала 2022 года. Это право не может и не должно зависеть от межведомственных процедур. Для якутян важна транспортная мобильность. Наши люди много ездят по стране, по всему миру, в путешествиях или по работе. Возвращаясь домой, люди, конечно, сравнивают, в каких условиях лучше жить и работать, расти детей. И никто не будет отрицать, что у нас в Якутии комфортное жилье, тепло и свет в домах – это базовые условия для жизни. Надо признать, что острейшие проблемы жизнеобеспечения накапливались многими-многими десятилетиями. Это и огромные площади аварийного жилья, устаревшие источники энергии, теплоснабжения. Нам крайне необходимо решать эти проблемы максимально быстрыми темпами. Сегодня в республике реализуется самая масштабная в стране программа переселения из аварийного жилья. В этом году из квартир, само проживание, в которых угрожает здание и безопасность людей, расселено почти 12 тысяч человек. Это сравнимо с такими нашими городами, как Вилюйский удачный. И это абсолютный рекорд за все годы программы расселения аварийного жилья. А за этим рекордом, судьбы многих якутян, которые наконец-то обрели достойное жилье. Я встречаюсь с новоселами во многих районах, и от таких встреч, честно говорю, становится очень тепло и радостно за людей. Впервые за десятилетия в рамках программы строятся новые дома в Арктике. В пяти арктических районах введено 11 новых квартирных домов, а до конца года будут введены еще два дома в Верхнеколымском и Жиганском районах. В целом это 495 новых квартир в Арктике. Дома для переселения жильцов из аварийного фонда строятся и в других городах и селах. В числе лидеров Алданский район, где по итогам года будет введено 7 новых многоквартирных домов. В Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Чуропчинском улусах будет построено и введено по 6 домов. Работа продолжится, и к концу 2022 года нарастающим итогом будет ликвидировано почти полмиллиона квадратных метров аварийного жилья, и 26 тысяч якутян переселятся итогом в комфортные квартиры. Тем не менее, ну никак нельзя сказать, что рынок жилья в республике отвечает запросам людей. К примеру, сегодня в Якутске стоимость на первичном рынке официально установлена в 106,5 тысяч рублей, а реальная цена на самом деле и того выше. Причина здесь не в доступности льготной дальневосточной ипотеки. Цены растут из-за дефицита новых квартир. В Якутске ввод жилья за последние годы упал, и упал, к сожалению, кратно. Если в 2018 году в городе было введено 259 тысяч квадратных метров жилья именно многоквартирного, то по итогам этого года ожидается ввод всего 117 тысяч квадратных метров жилья. Выход здесь только один – это наращивать темпы строительства жилья, реализовать проекты комплексного развития территории, развивать строительную индустрию. Мы первыми в России защитили заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. За счет недорогих и долгосрочных сроков будут подготовлены инфраструктуры для строительства полумиллиона квадратных метров жилья. Более 15 тысяч жителей смогут поселиться в новых кварталах крупнейших наших городов – Якутска и Нирингри. В этих кварталах будет все для комфортной жизни людей, для воспитания детей. Планируется строительство 13 социальных объектов, в том числе двух поликлиник, трех школ, трех детских садов и крытого хоккейного порта со спортивным залом. Безусловно, развиваться должны не только города. Поручаю правительству разработать и принять программу стимулирования индивидуального жилищного строительства. В программу должны быть включены работы по инфраструктуре земельных участков для многодетных семей, а также механизм социальных выплат для семей с пятью и более детьми. При этом в обязательном порядке должна быть учтена программа социальной дегазификации. В нее вошли у нас сегодня около 5 тысяч домов 82 сел и городов республики. Уже в этом году газ пришел в 300 домов. В следующем году ставлю задачу подключить газовым сетям не менее 2 тысяч домов без привлечения средств жителей. На Петербургском международном газовом форуме мы достигли новых договоренностей с Газпромом. До 2024 года компания направит 4 миллиарда 600 миллионов рублей на газификацию городов и сел Якутии. В государственном бюджете на 2022 год на газификацию предусмотрены беспрецедентные миллиард 400 миллионов рублей. В результате настойчивой самонаправленной работы при поддержке федерального правительства в этом году мы добились решения многолетнего вопроса, от которого зависит надежность газоснабжения всей центральной Якутии. 2 миллиарда 800 миллионов рублей федеральных средств будут направлены на завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода на участке Козелсен 84-й километр. Хочу поблагодарить компанию «Сахатранснефтегаз», нашего депутата Госдумы Галины Кентинов-Данчикову, правительство республики за слаженность и результативность в работе над решением этого вопроса. Я сегодня хочу подчеркнуть, мы делаем важный шаг к восстановлению справедливости. Крупнейшая газодобывающая республика страны должна быть надежно газифицирована. Якутский газ должен служить для блага якутян, для экономического роста республики. Мы находим в этом вопросе понимание федерального центра, ощущаем уже поддержку газовых компаний и, конечно, будем идти в этом вопросе дальше вперед. Дает свои первые результаты и курс на широкое внедрение газового топлива. За счет бюджетных средств субсидируется часть расходов на строительство газозаправочной инфраструктуры. В Якутске введена в эксплуатацию многотопливная автозаправочная станция «Сахатнефтегазбыта». В следующем году такая станция будет построена в Ленске. Введена льгота на транспортный налог с автомобилей на газовом топливе для жителей республики. К столетию республики для города Якутска будет приобретено 100 автобусов на газомоторном топливе. Совместно с корпорацией «Русгидро» в арктийских районах начато строительство гибридных энергоустановок, включающих дизельную и солнечную электростанции. 2 сентября в рамках восточного экономического форума первая такая станция запущена в селе Табалах Верховенского района. Работа будет продолжена и до конца 2024 года будет введена еще 71 электростанция нового типа. Их ввод позволит сократить в этих станциях потребление топлива на 30%. И кроме снижения затрат на топливо, это серьезный шаг в переходе на безуглеродную энергетику, в снижении экологических ущербов, что очень важно для хрупкой природы нашей Арктики. Но для решения вечного вопроса энергоснабжения огромных территорий, нам, конечно же, нужно сегодня уже ориентироваться, коллеги, на энергетику будущего. Уже сейчас мы должны вплотную заняться разработкой проектов по повышению энергоэффективности Якутии, в том числе на основе перспективных технологий производства жиженного природного газа, производства водорода и аммиака. Я прошу правительство ускорить эту работу с привлечением ведущих компаний страны и мира. Для людей мерилом благополучия все больше и больше становятся чистые, приятные глазу дворы, скверы, красивый облак родных мест. Еще совсем недавно на это не обращалось внимания. Считалось, что людям нужно просто жилье, а не эстетика и комфорт общественных пространств. Мы начали менять ситуацию. С 2018 года стали объединять все инициативы в один большой проект «Родные города и села». За это время во многих местах, во всех районах республики появились новые набережные, скверы, места для активного отдыха и занятий спортом. Созданы крупные общественные пространства в пяти городах республики. В арктистских районах благоустроена центральная площадь в Среднеколымске и сквер Игюян-Верхоянске. В наступающем году из федерального бюджета в рамках дальневосточного проекта «Тысяча дворов» будет направлено 846 миллионов на благоустройство 121 дворовой территории в республике. Красивые и удобные двора будут радовать глаз людей. И жители сами выберут достойные проекты. В 2022 году стартует, точнее уже стартовал, в 2021 году всероссийский открытый конкурс на разработку мастер-плана города Якутска. Этот документ стратегического планирования станет основой для достижения амбициозной цели развития нашей столицы. К своему 400-летию Якутск должен стать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте. Ключевые направления для достижения этой цели утверждены моим указом о развитии города Якутска, столицы республики Саха-Якутия на период до 2032 года. Через 10 лет наш город должен стать образцом комфортной и устойчивой среды для жизни людей по лучшим мировым стандартам. За эти годы должен быть ликвидирован существующий сейчас разрыв между потребностями жителей и состоянием социальной и коммунальной транспортной инфраструктуры, качеством жилья и общественных пространств. Якутск должен стать городом широких возможностей для каждого, городом исполнения мечты. Президент Владимир Владимирович Путин на Восточном экономическом форуме дал старт программе обновления городов Дальнего Востока и подчеркнул, что в центре внимания должен быть человек и его потребности, комфортных условиях для его жизни и развития, для реализации свежих идей и инициатив. Я прошу правительство и окружную администрацию города обеспечить активное участие столицы республики в этой масштабной программе. Сегодня я подписал указ о социально-экономическом развитии Нерунгринского района до 2026 года. Благодаря проектам компаний «Колмар» и «Эльгоуголь» район сегодня становится одним из крупнейших угольных центров уже не только страны, но и всего мира. Синергия промышленного развития, конечно же, должна стать локомотивом развития всего района. Уверен, к своему 50-летию Нерунгринский район, наша южная столица, город Нерунгрин, подойдут лидерами по устойчивому развитию качества жизни людей, развитию предпринимательства, по сохранению культурных ценностей коренных народов и заботе о будущем поколении. Будет также принята отдельная программа по социальному развитию Нерунгринского района. Республика должна заботиться о людях, трудом которых сегодня куётся благополучие всей республики. И «Алмазный край» должен стать центром притяжения не только самых современных производственных разработок, но должен стать местным притяжением новых технологий и в социальную сферу, и в сохранении окружающей среды. Уважаемые коллеги, экономическое развитие, расширение инфраструктуры вышло на достаточно высокие темпы. Здесь нам есть чем гордиться. Но низкие доходы населения, которые президент России назвал главным врагом, не позволяют сегодня обеспечить достойный уровень жизни многими-многим семьям. Несмотря на то, что уровень бедности в республике сокращается в последние годы, сегодня ещё десятки тысяч якутян находятся за чертой бедности. Ко мне очень часто обращаются люди, жалуются на рост сын, на то, что тяжело жить, не хватает денег. Это особенности от тех, у кого много детей, маленькая зарплата. Конечно, это остаётся главным вызовом для всех нас. И мы обязаны, и мы будем расширять меры поддержки якутян. В этом году 50 тысяч семей, в которых растут более 100 тысяч детей, получили социальную поддержку на общую сумму 13,5 миллиардов рублей. Введены льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, а также для жителей мест традиционного проживания коренных малочисленных народов. Льготы начнут действовать с Нового года и дополняют уже действующие по освобождению от имущественных налогов для жителей арктических улусов и по транспортному налогу для многодетных семей. Сегодня есть острая необходимость сокращения отставания от темпа роста заработной платы категории работников бюджетной сферы, которые не вошли в майские указы президента. Это более 30 тысяч квалифицированных работников в отраслях образования, здравоохранения, социальные службы, ветеринарии, противопожарные службы и других. Я поручаю правительству в течение 2022 года поэтапно увеличить их заработную плату на 10%, обеспечив не только уровень инфляции, но и опережающий рост заработной платы работников с низкими трудовыми доходами. В последующие годы также необходимо поэтапно нивелировать разрыв заработной платы указных и неуказных работников бюджетной сферы. Благополучие третьей жителей Якутии сегодня зависит от доходов селя, которые, в свою очередь, во многом зависят от состояния аграрной отрасли. Этот год выдался очень непростым для сельского хозяйства. Сильнейшая засуха серьезно ударила по кормозаготовкам, и самой важной задачей стало не допустить сокращение поголовья скота, не допустить необратимого ущерба для личных и коллективных хозяйств. Свыше 200 миллионов рублей направлено на обеспечение зимовки скота, в том числе на закуп и перевозку сена из соседних регионов. Оперативно принятые меры выправили ситуацию, но, к сожалению, были случаи, и об этом мне пишут и говорят люди, что сено, завезенное с таким трудом за немалые государственные средства, оказывалось некачественным. И здесь я хочу напомнить всем органам власти и, в первую очередь, органам местного самоуправления об их полномочиях, а значит, об их ответственности в сфере сельского хозяйства. Надо прекращать равнодушно относиться к своим прямым функциям. Надо неформально, а на деле контролировать исполнение всех мер поддержки и помочь селянам благополучно пройти зимовку. Пользуясь возможностью, я хотел бы сказать слова искренней благодарности жителям сел и друженикам села. Для сегодняшней ситуации, конечно же, удивительно, но мы добиваемся здесь успехов. Люди работают, добиваются больших и малых побед и сохраняя наши исконные традиции, и не давая нам всем терять связи с родной землей. Их трудом Якутия была и остается одним из ведущих животноводческих регионов страны. Мы занимаем первое место в стране по поголовью лошадей сегодня и третье по поголовью олимин. В этом году, несмотря на все трудности, рост поголовья продолжается. По сравнению с прошлым годом, на 1 декабря в республике увеличилось поголовье лошадей и крупного рогатого скота. Впервые за последние десятилетия почти на 3,5% в хозяйствах стало больше коров. С этого года заработал новый механизм субсидирования. Субсидия на молоко увеличилась с 35 до 50 рублей за литр. Личные подсобные хозяйства начали получать субсидии за маточное поголовье по 35 тысяч рублей на губ. Благодаря этому те, кто реально работает на земле, получили за свой труд на 1,4 млрд рублей больше, чем в 2020 году. В 2022 году финансирование сельского хозяйства достигнет рекордного уровня – 12,5 млрд рублей. Будут введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. Субсидии на поголовье коров в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйств, арктических и промышленных районов повысятся до 45 тысяч рублей на голову, а на поголовье кобыл – с 1,5 до 3 тысяч рублей на голову. И эти средства, конечно же, пойдут напрямую аграрием и пополнят их доходы. За последние три года мы нарастили объем поддержки сельских жителей по социальным контрактам почти в три раза. В этом году помощь на 500 млн рублей в целом по республике получила более 5 тысяч семей. Я поручаю в следующем году правительству довести финансирование социальных контрактов в насилии до 600 млн рублей и увеличить размер помощи на развитие личного подсобного хозяйства до 200 тысяч рублей. Через фонд поддержки агропромышленного комплекса сельхозтоваропроизводителям будет дополнительно направлено 500 млн рублей. Еще 500 млн рублей предусмотрено на инвестиционные цели – субсидирование строительства коровников, каннибас, овощехранилищ. Все эти средства должны работать на создание новых рабочих мест, на рост объемов продукции сельского хозяйства. Для повышения их эффективности надо организовать централизованные закупки современной сельхозтехники, технологии, семян, удобрений, в том числе лизинговые механизмы, используя возможности агрохолдинга Туймана. Надо отходить от практики, когда деньги вкладывались в проекты без должной оценки коммерческой и производственной эффектов. Мало толку отложенных средств, если в итоге производство простаивает или даже, к сожалению, вообще не начинает работать. К примеру, детский молочный комбинат Якутский, который был открыт в 2015 году, в который был вложен порядка 400 млн рублей, не работает уже многие годы. И, к сожалению, немало и других таких примеров по районам республики. Но так дело не может продолжаться. Я поручаю правительству и Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех закупленных за счет республики технологических комплексов по переработке сельхозпродукции. И делать это надо не для того, чтобы кого-то наказать или похвалить, и на этом успокоиться. Задача – комплексно организовать их бесперебойную работу, выстроить разумную логистику, начиная от поставки сырья до сбыта готовой продукции. И государственным муниципальным органам надо лучше координировать свои действия. Так, чтобы огромные ресурсы, которые мы направляем на село, работали на реальный рост доходов сельских жителей. Для достижения приоритетной цели – обеспечения якутян здоровыми, качественными местными продуктами. Каждый пятый житель республики сегодня в трудоспособном возрасте занят в малом и среднем бизнесе. От состояния делового климата зависят доходы более третьей семьи республики, благополучия сотен тысяч якутян. Именно поэтому поддержка предпринимателей была и остается важнейшим приоритетом в условиях пандемии. Конечно, малый бизнес неоднозначно воспринимает ограничения, связанные с коронавирусом, но мы все время находимся перед выборами. Выбором баланса между условиями ведения бизнеса и мерами по защите здоровья людей. Поэтому каждый раз в зависимости от ситуации с заболеваемостью максимально гибко принимаем решение по введению или смягчению ограничений. За последние дни заболеваемость у нас ощутимо снизилась, и вчера мы приняли решение об очередном смягчении ограничений. Несмотря на все сложности, предприниматели Якутии трудятся, дают работу многим людям. Малый бизнес позитивно отреагировал на меры антикризисной поддержки, налоговые послабления, прямые субсидии, льготное кредитование. Об этом говорят факты. Впервые за всю историю республики в марте этого года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, превысила 100-тысячный порог. А на сегодняшний день мы достигли нового исторического рекорда. 111 785 человек заняты в малом бизнесе. Поддержка предпринимателей будет продолжена. В том числе уровень налоговой поддержки превысит в 2022 году 1,6 млрд рублей. При этом, конечно же, важны не только налоговые льготы, но и упрощение регулирования и контроля. В рейтинге административного давления Якутия раньше занимала одно из последних мест в стране, в прошлом году 77-е. Сейчас же мы подняли 77-го на 22-е место. И мы продолжим и дальше сокращать и упрощать регистрационные и разрешительные процедуры. Продлен мораторий на проведение проверок, который был введен в апреле 2020 года как антикризисная мера. С 1 января начнет работать новый закон о контрольной аназурной деятельности. Но, к сожалению, более 70% муниципальных образований до сих пор не приняли положение муниципальным контролем. Это нужно сделать незамедлительно в течение полутора недель. Также я настоятельно рекомендую всем контролирующим органам – федеральным, республиканским и муниципальным – полностью поменять подход с наказания за нарушение на предотвращение возможных нарушений именно через профилактику и предупреждение в зависимости от риска для жизни и здоровья людей. При этом это сделать надо быстро, нисколько не затягивая. Поддержать людей в трудное время, максимально эффективно направлять каждый бюджетный рубль на благо людей, вводить разумные меры социальной поддержки, чтобы не допустить снижения уровня жизни людей – вот наша задача. При этом важно не ориентироваться на сухую, усредненную статистику, а учитывать жизненную ситуацию каждой семьи, каждого отдельно взятого человека. Это непросто, но можно, если не на словах, а на деле руководствоваться главным, что самое ценное в нашей жизни – это человек. Уважаемые коллеги, восстановление экономики, адаптация к радикально изменяющимся условиям хозяйственной и производственной сферы социальной жизни – это хороший результат года. Он даёт нам твёрдую основу для обеспечения стабильности уровня жизни людей. Но вместе с тем этот год в полный рост поднял проблемы цивилизационного характера, заставил нас задуматься о будущем Якутии в глобальном аспекте. Огромная территория нашей республики является экологическим резерватом. 30% нетрудных человеком природы России, 10% всего мира. Наши бескрайние земли выступают ключевым климатическим регулятором планеты. В силу этого мы не можем оставаться в стороне от процессов по борьбе с климатическими изменениями. Бездействие здесь будет самым настоящим преступлением перед будущими поколениями. Используя преимущества, которые нам даны, богатство ископаемых, биологических ресурсов, огромное культурное разнообразие, мы должны дать достойные ответы на происходящее изменение. И опорой нам в этом должна стать наша наука. Именно этой цели должна быть подчинена деятельность НОДСЕВЕР, который получил в год науки и технологий статус Центра мирового уровня. Особый вклад в развитие международного сотрудничества по климатическим вопросам внесет Всемирный саммит по вопросам изменения климата и тайны вечной мерзлоты, который в рамках Арктийского совета состоится в 2023 году у нас в Якутске. И нам надо уже необходимо вплотную заняться его подготовкой. Реализация таких амбициозных проектов, как Всемирный центр Мамонта, Центр биотехнологических исследований, позволит нам выстраивать новую научно-инновационную экосистему международного уровня. При этом важно, чтобы наука не развивалась изолированно. Наоборот, она должна стать главной точкой притяжения инноваций, финансов, бизнеса для модернизации традиционных секторов экономики и развития перспективных отраслей. Общими усилиями мы должны добиться становления новой устойчивой Арктики и Крайнего Севера. Наши крупнейшие промышленные партнеры на протяжении нескольких лет уже активно внедряют в свою деятельность ИСЖ практики, принципы экологической, социальной и управленческой ответственности. Для нас является стратегической задачей распространение этой повестки на все сферы жизни республики, включая государственный сектор, малый и средний бизнес, некоммерческие организации и образование. Необходим широкий доступ к передовым знаниям, чтобы каждый, будь то оленевод в Арктике или столичный программист, включился в реализацию зелёных инициатив. В современной Якутии важно стать одним из флагманов устойчивого развития, выйти на лидирующие позиции формирования новых подходов в управлении экономики и экологии. Эти новые подходы нам нужно широко внедрять для достижения лидерства республики по конкурентоспособности человеческого капитала. Мир сегодня стремительно меняется, а на наших глазах формируется новое поколение, которое активно интегрирует в свою жизнь высокие технологии. К ним уже невозможно применить те подходы, которые работали ещё лет 10 назад для школьников, студентов. Поэтому главная задача сегодня – привести развитие человеческого капитала и технологический прогресс к единому знаменателю, рассматривая образование как стратегическую отрасль, от которой зависит качество жизни и будущее Якутии. Для этого, прежде всего, каждый ребёнок, каждый молодой человек Якутии, вне зависимости от того, где он живёт, должен иметь доступ к передовым знаниям. Однако в действительности качество образования у нас в разных школах республики кардинально отличается. Одни школы у нас сходят в число лучших по стране, а у других – у учеников самые плачевные результаты государственных итоговых испытаний. Конечно, новая образовательная среда требует соответствующей инфраструктуры. Невозможно представить высокое качество образования в стенах длинных школ. Из 90-х годов республика строит много школ и детсадов. Мы и сейчас будем продолжать строить их в приоритетном порядке. Только за последние три года мы ввели более 70 объектов общего и дошкольного образования. В будущем году планируется ввести 15 новых школ в столице и районах республики. До 2023 года республика также получит более 2,8 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ в рамках исполнения поручения президента Путина на съезде партии «Единая Россия». Но проблемы качества образования в республике не ограничиваются состоянием инфраструктуры. Сейчас, как и многие аспекты социальной жизни, система обучения и воспитания детей испытывает серьезные риски. За время пандемии, благодаря высокому уровню цифровой зрелости республики, мы сумели решить технические задачи для организации дистанционного обучения. Но при этом многие родители и педагоги сейчас сильно задумываются, как же не дать части детей оказаться за пределами качественного образования. Дистант выявил проблемы, которые в обычное время были не так заметны. Эта проблема связана с тем, что мы мало делаем упор на воспитание, компетенции, самоорганизации, самообразование у ребят. В результате ребенок не может даже в полной мере раскрыть свои способности и таланты. А это риск потери ценностей знаний и новых компетенций для детей и молодежи в целом. Недавно мне внесли предложение о проведении в 2022 году съезда учителей педагогической общественности республики. Я поддерживаю это предложение. Да, нам надо действительно выработать траекторию развития образования в новом качестве, в новом времени. Но я считаю, что в рамках подготовки к съезду нужно организовать широкую общественную дискуссию о будущем образовании. Крайне важно понять запрос и самих детей. В этих целях я считаю необходимым проведение компетентного социологического исследования среди школьников. Прошу Министерства образования организовать эту работу в первом полугодии. На съезд надо выходить с реальной, объективной картиной, чтобы принятые решения были не формальными, а действительно эффективными. Также я считаю необходимым внести в концептуальное русло работу с одаренными детьми и молодежью, их непрерывное сопровождение вплоть до трудоустройства, а также поддержку их педагогов и наставников. В республике создается уникальная сеть для развития талантов юных якутян. Скоро в Актюмцах будет введен новый учебный корпус Малой академии наук Якутии. Полным ходом идет строительство кругогодичного детского центра «Полярная звезда», начинается строительство парка будущего поколения. Считаю, что на базе наших инновационных образовательных учреждений, ключевых институтов развития республики, нам надо создавать экосистему всеохватного непрерывного образования и управления талантами. При этом, наряду с передовыми знаниями в современными компетенциями, система образования должна дать каждому ребенку твердую нравственную позицию. И это очень важно. В условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну, попыток некоторых сил переписать историю России и историю Второй мировой войны, очень серьезно стоит вопрос патриотического воспитания школьников и молодежи. Ценности настоящего патриотизма и духовной культуры должны стать основой жизненного успеха молодого поколения. Что же должно быть главной целью наших устремлений к переменам в многообразнейшем мире образования республики? Я отвечу так. Главное, чтобы обучение и воспитание каждого ребенка, каждого молодого человека давало ему не только лучшие знания, но и в первую очередь ценности солидарности, гражданственности и сопричастности к успеху своей родной страны. Основатели республики сто лет назад одной из самых первых главных задач поставили ликвидацию тотальной неграмотности, которая была тогда в Якутии. В итоге Якутия добилась не только стопроцентной грамотности, но и высокого уровня образования. Нам с вами надо пойти дальше и добиваться уже стопроцентной успешности Якутия. Уважаемые коллеги, на пути к устойчивому развитию мы не можем обойти вопросы, связанные с поисками пути к устойчивости духовной, нравственной. К сожалению, сейчас мы зачастую видим девальвацию истинных ценностей, поэтому нам так важно идти вперед, не теряя родных языков, исконной культуры, самобытного искусства. При общении к глубинным корням, неразрывность связи со своим народом и гордость за Родину, что может быть дороже для каждого человека. Что может дать нам больше энергии и уверенности в будущем, чем единство вокруг общих ценностей и традиций? Сберечь народы Республики – это прежде всего сберечь и развивать культуру, которая веками складывалась на этих бескрайних землях. Год назад в своем послании я говорил, что юбилейная дата Республики должна дать отсчет к осмыслению геокультурной единичности народов Республики. Начало системной работы в этом направлении положено, открылся Институт геокультурного развития с миссией преобразований в духовно-культурной сфере нашей Республики. Я прошу правительства принять решение по его дальнейшему развитию. Считаю также важным создание единой системы по эпическому наследию народов Якутии для объединения востребованного народом потенциала домов Олан-Хо в районах Республики. Ведущим центром этой системы и специализированной площадкой для творческих коллективов всех улусов и городов Республики должен стать строящийся арктистский центр эпоса и искусств. Огромных успехов достиг наш кинематограф, ставший уже уникальным культурным явлением не только в России, но и в мире. В Республике работает более 20 киностудий и творческих коллективов. За 10 лет выпущено более 100 полнометражных художественных фильмов. Их посмотрели уже миллионы зрителей в нашей стране и в мире. Считаю, что назрела необходимость разработать республиканский закон о государственной поддержке кино. Прошу правительства и парламент Республики с участием наших кинематографистов провести в 2022 году эту работу. Большим стимулом к дальнейшему развитию нашей многогранной культуры, конечно же, станет празднование столетий Республики. К юбилею мы развернули небывалое строительство домов культуры, кинозалов в городах и районах. В 2022 году откроется современное здание Нюрбинского театра «Дворец культуры» в Намцах. В Государственном театре оперы и балета имени Дмитрия Киконыча Сирсова-Суруна-Моллона состоится премьера новой постановки национальной оперы «Нюргун-Блатур стремительный». В Республику приедут флагманы мировой культуры, Большой театр, Государственная Третьяковская галерея. В июне пройдет четвертый международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО» на земле Улан-Хо. Республиканский эсэх Улан-Хо состоится в Верхневлюзьке, а в городе Якутске пройдет юбилейный 25-й эсэх Туйматы. Для нас, живущих в поиске гармонии с окружающей средой, суровой родной природой, важна гармония духовного и физического здоровья. Большим событием юбилейного года станут восьмые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия, селя Барагонцы у Салданского Улуса. В июне городе Якутске запланирован чемпионат мира по масс-рестлингу, который станет еще одним шагом в продвижении нашего национального вида спорта на международном уровне. В этом году 21-ю спартакиаду по национальным видам спорта Игорь Манчары посетил министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин и президент Олимпийского Комитета России Станислав Алексеевич Позняков. Они подтвердили оба олимпийские перспективы масс-рестлинга. Осуществление этой идеи должно, на мой взгляд, стать также одним из приоритетов развития спорта Якутии. Мы подарим олимпийскому движению уникальное наследие наших предков. По инициативе первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева подарком мировому спортивному движению стали международные спортивные игры «Дети Азии». В следующем году они пройдут в Владивостоке, а до конца года правительством страны будет принято решение о месте проведения следующих игр уже в 2024 году. И мы надеемся, что наша заявка будет принята, и восьмые игры «Дети Азии» на высочайшем уровне пройдут в 2024 году на своей родине в республике Саха-Якутия. Уверен, яркая культурная жизнь нашей Якутии является фактором достижения ключевой задачи государства на Дальнем Востоке. Чтобы люди не покидали родные места, чтобы жителей огромной части России становилось всё больше. Якутия на сегодня единственный на Дальнем Востоке регион, где растёт население. С прошлого года, впервые с 1990 года, нам стало приезжать больше людей, чем уезжать. При этом республика сохраняет свои лидирующие позиции также по коэффициенту рождаемости, занимая сегодня шестое место среди всех регионов страны и первое на Дальнем Востоке. И это далеко не проходные факты статистики. Это показатели результата многолетней политики республики, ориентированной на человека. Дорогие друзья, мы сегодня как никогда близки к исполнению мечты о миллионной республике. Это воодушевляет нас. Но и заставляет задуматься, как сохранить эту энергию, эту духовную силу, которая даёт расти и развиваться нашему многонациональному народу. Думая о будущем, принято возвращаться к истокам. История любого народа, весь мир вокруг и жизнь каждого человека берёт своё начало от самого важного – от матери. Во все времена матери выполняют особую, ни с чем не сравнимую миссию – продолжить род, хранить семейный очаг. И от того, кем вырастет мать своих детей, какие чувства вложат в их души, зависит не только жизнь человека, но и состояние всего общества. Я считаю себя очень счастливым человеком, потому что моя мама Тамара Сергеевна подарила мне жизнь и вложила в меня моё сердце, любовь и уважение к людям, веру в свой народ, любовь к своей отчизне. У народа в Якутии в суровом климате женщина-мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Была центром семьи, оберегая её, наделяя любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год годом матери в республике Сахаутика. Сегодня нам очень важно создавать для женщин, для мам и детей лучшие условия для жизни, общения и карьеры. В год матери мы обратим особое внимание расширению возможностей женщин для получения новых компетенций. Женщины-матери будут в центре внимания служб занятости вне зависимости от места проживания, возраста, социального положения. Будут предложены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением. Продолжая богатый опыт республики, мы ускорим решение самых острых проблем материнства и детства. В очереди на выплаты на жилье семьям, имеющих пятерых и более детей, сегодня состоит 1815 семей. А в этом году выплату получили только 56 из них. И вообще, начиная с ввода этой выплаты в 2012 году, всего лишь 600 семей смогли получить эту выплату. Такими темпами семьям придется ждать, в своей очереди, больше 30 лет. Я ставлю задачу перед правительством разработать дополнительные механизмы и совместно с парламентом решить этот вопрос в ближайшие пять лет. Также я предлагаю муниципальным образованиям поддержать семьи с пятью и более детьми и полностью освободить их от налога на имущество физических лиц. К сожалению, у нас в республике есть дети, лишенные материнской любви и родительской заботы. К счастью, многие якутяне принимают их в свои семьи как родных. Сегодня в республике 634 ребенка воспитываются в 233 приемных семьях. Чтобы поддержать их, я поручаю увеличить базовый размер их вознаграждения в два раза. Считаю также очень важным развитие центров социальной помощи, как территории социального благополучия для семей с детьми и детей, оставшихся без родителей. Я поручаю правительству в течение трех лет построить центр социальной помощи семьи и детям в городе Якутске, начав в следующем году его проектирование. Предлагаю увеличить в два раза объем финансирования на гранты общественным организациям для реализации проектов в поддержку материнства. Я надеюсь, что эти меры улучшат жизнь многих семей. Многие мамы почувствуют внимание к себе и станут счастливее. Уважаемые друзья, за прошедшие столетия жизнь женщин Якутии бесповоротно изменилась. Якутианки строят успешную карьеру, они блестящие специалисты во всех областях. Профессиональные и общественные инициативы женщин обязательно должны осуществляться, как генератор нашего движения вперед. Уверен, что и в организации и проведении всех мероприятий столетия Якутии, матери Якутии будут участвовать самым активным образом. В год матери мы должны поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, к уважению к матери. И чтобы подчеркнуть особый статус столетий республики, особый статус года матери, я предлагаю учредить для каждого ребенка, рожденного в Якутии в юбилейном году, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей наказанных. Дорогие друзья, уважаемые якутияне, сограждане, вижу, что многие уже восприняли это как руководство действия. Дорогие друзья, сограждане, перешагнув юбилейный рубеж, мы, конечно же, пойдем к новым целям, к новым горизонтам. И я верю, что забота о каждом человеке, забота о его счастье и благополучии, доброе отношение друг к другу, любовь к своей родине станут для всех нас движущей силой. Искренне желаю вам, дорогие мои, крепкого здоровья и счастья с наступающим новым 2022 годом. Это к таваллах, гибель дил авторам, сахам сирин кунду джонагер гэта, сахам энергиолога, истеракпытан бағравынах, ихакатанах, дуровяны, джолу горбуну, улакантон, улакан сетигелары. Мактаб. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Буквально только что завершилось послание главы Якутии Сана Николаева госсобраний Юлтумен. Длилось оно 1 час 20 минут. Айсен Сергеевич затронул практически все сферы нашей жизни. Но самое интересное, предстоящий год объявлен в регионе годом матери. Достаточно неожиданное решение. Ольга Фанасьевна, уважение к женщине, уважение к матери, вообще поддержка материнства. Можно ли это направление назвать основным и требующим сейчас основного, главного, главного внимания? Безусловно, так как в институте материнства на самом деле соединяются все нити нашей жизни. Духовной, экономической. То есть поддерживая мать, мы поддерживаем семью, мы поддерживаем любую отрасль, малый бизнес, жилищные программы. То есть через материнство, это ключевое понятие для нашей жизни, и поэтому через материнство, конечно, мы получаем вот такой системный, многонаправленный эффект получаем за счет того, что вот мама у нас будет поддержана очень сильно. И это большая радость, что такое решение принято, конечно. Всем нам, женщинам, матерям очень приятно. Но если говорить в целом, какие особенности вы можете выделить в выступлении Сан Николаева? Вообще удивительно честное, открытое, когда вот Асин Сергеевич говорит о проблемах, не взирая, не полностью все цифры мы услышали, все проблемы были озвучены. И вот эта вот открытость в сочетании с верой, которую он вселяет, надеждой, которую дает. И такое ощущение того, что вот новая страница жизни. Это просто так приятно, потому что год был сложный, как и предыдущий, 19, так и 20, и 21 тоже был сложный. И вот ощущение, что мы что-то вот все-таки начинаем преодолевать, что мы выходим в стабильность и далее вот виток новой развития. Вот такое ощущение. Действительно, год был непростой, пришлось справляться с многими трудностями, но вроде как с гордостью через них прошли. Что касается лесных прожаров, то в прямом эфире, прямо во время послания, Айсен Николаев поблагодарил людей, которые проявили героизм в тушении огня. Такой подход уже становится традицией, это же особенность выступления нашего главы. Да, потому что, как правило, не все главы обращаются к таким традициям. У нас в республике складывается очень интересная такая традиция, когда во время обращения чувствуют персонально людей, героев, года. И вот это очень приятно. Вообще вся речь Айсена Сергеевича, все послание, оно пронизано вот этим вот отношением к человеку. Вот и в своем выступлении он постоянно говорит о том, что где и как он общался, какие он выслушивает все проблемы, контакты. Вот это вот обращение к человеку, оно пронизывает, оно чувствуется. Это очень хорошо. И то, что мы видим и своих героев, и каждому простому рядовому жителю республики будет оказано внимание через все те программы, через все эти поручения, которые Асин Сергеевич озвучил. Каждый, я думаю, нашел себя вот в этих где-то программах, проектах, конечно. В своем послании Сан Николаев объявил, что подписал указ о социально-экономическом развитии Нюрнгринского района. До 2026 года благодаря компаниям «Колмар» и «Эльга Уголь» район становится одним из крупнейших угольных центров всей России. Какого развития ждать жителям Южной Якутии, как вы считаете? Вообще это здорово, потому что в Нюрнгре одно время было такое ощущение, что все-таки угольная промышленность как-то отходит у нас на второй план, а сейчас идет вот такая реанимация. И в целом Нюрнгре – это ведь такой прекрасный, небольшой по своим размерам, очень приятный для жизни город, где сегодня мы видим результат горизонтальной мобильности нашего населения. То есть у нас люди едут в Нюрнгре. Да, перемещаются внутри республики, получается. Да, и вот они едут в Нюрнгре, приезжают из Нюрнгре и так далее. И вот Нюрнгре становится к нам ближе и ближе. И вот этот регион южно-якутский – это, конечно, стратегически, потому что он связывает нас с соседями, он развивает определенные отрасли промышленности. Это, в конце концов, природная зона прекрасная и район проживания малочисленных народов Севера. Поэтому то, что Нюрнгре будет развиваться, это прям приятно очень. Но сейчас мы возвращаемся в Дом правительства. Там работает наш корреспондент Власий Сергеев. Власий, еще раз приветствую, передаю тебе слово. Ждем первые впечатления народных избранников. Сергей, да, по-прежнему мы с коллегами продолжаем работать в Доме правительства. А сейчас у меня есть возможность по итогам ежегодного обращения главы к депутатам Ильтумена пообщаться с участниками минувшего мероприятия. Итак, рядом с нами сейчас председатель государственного собрания Ильтумена Алексей Еремеев. Итак, Алексей Ильич, а что можете сказать по итогам обращения главы и на какие моменты вы бы сделали акцент? У меня очень хорошее такое настроение после этого послания, потому что мы все знаем, что в этом очень непростое время живем. А по итогам послания Асения Сергеевича мы вышли с оптимизмом, услышали действительно наши масштабные задачи, которые стоят под республикой. Ну и он еще раз констатировал то, что мы достигли в 2021 году. В 2021 году мы достигли допандемийного уровня развития экономики. Рекордные темпы роста промышленности у нас в республике Саха-Якутия. Планируются еще более рекордные темпы роста промышленности в 2022 году. У нас наконец-то будет достойным образом финансироваться отрасль сельского хозяйства. Ну и, конечно же, наконец-то мы возвращаемся к масштабной газификации наших населенных пунктов. Это меня очень-очень сильно радует. Ну если вот конкретнее, да, вот на какие, какую задачу вы могли бы отметить, которую поставил глава перед собранием Милл Тумен в 2022 году? Нам нужно будет, конечно, здесь обратить особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, где занято у нас 110 с лишним тысяч человек. Это налоговложение, потому что мы давно обещали малому и среднему бизнесу помочь с налоговложением. Парламенту дано такое поручение, такое обращение. Совместно с правительством мы будем думать над этим. Поддержка кинематографии якутской, это нужно нам будет специальный закон принимать, потому что якутское кино уже достигло такого уровня, чтобы у нас была государственная поддержка на республиканском уровне, для того, чтобы они еще больше, более развивались. Ну и, конечно, третье, это самое важное, когда он объявил следующий год, 2022 год, годом матери и матери женщины, и те задачи, которые поставлены перед парламентом и правительством для соответствующего финансирования матери женщины и детей, которые имеют более пяти детей, и увеличение многих социальных выплат, которые у нас предусмотрены в республиканском бюджете. Это же нам предстоит кропотливейшая большая работа для того, чтобы все, что сказал Иосиф Сергеевич, было бы воплощено в жизнь. В последнее, связанное с женщинами, с матерью, это особенно, конечно, тронуло сердца всех участников послания, потому что все мы родились от матерей, все мы имеем жен, все мы имеем детей, и для каждого человека мать – это символ добра, символ самого близкого, что имеет человек. И в год столетия республики, я думаю, что это совершенно правильно, глава республики объявил в годом матери. Вот эти вот государственные поддержки, которые будут предназначаться для женщин и матерей, конечно же, мы должны как парламент республики, как правительство республики соответствующим образом и нормативно, и финансово обеспечить. Ну что ж, Алексей Ильич, спасибо за Ваш ответ. Желаем Вам и Вашим коллегам удачи в последующем 2022 году. Ну а сейчас рядом с нами есть еще один участник сегодняшнего мероприятия. Сейчас рядом со мной Алена Атласова, депутат Государственного собрания Ильтумен, и сейчас мы с ней, собственно, поговорим. Алена Николаевна, и так, сразу же первый вопрос. У нас действительно 2022 год был объявлен годом матери. Что Вы по этому поводу можете сказать? Ну, конечно, все мы послание главы ждем, и он означает вообще вектор развития нашей республики на целый год. И, соответственно, вот предстоящий год у нас связан с юбилейным мероприятием, сто лет, и, соответственно, вот год матери, который сегодня объявил глава, мы, конечно, как и все жители республики, были не введены, какой же год будет объявлен, но, тем не менее, очень отрадно осознавать, что на столетие Якутской автономной и социалистической республики будет объявлен год матери. И глава сказал, все-таки дал старт новому столетию. В следующем году у нас будет новый вектор отчета. Вот все-таки прозвучали слова такие, что быстрого и такого хорошего, качественного движения вперед. И, конечно, во всем послании был, по всему посланию очень большое внимание он обратил на человеческий капитал, на жителя Якутии, на якутянина, который живет в очень сложных условиях. И женщина, мать, вот неспроста этот год назван годом матери, все-таки является хранителем очага, от нее зависит счастье народа, счастье вообще всей нашей республики. Я думаю, что предстоит очень серьезная, большая работа совместная, поскольку те наработки, которые мы отрабатывали парламентом, они прозвучали в послании главы. В частности, это инфраструктура земельных участков улучшения, это постоянно те вопросы проблемные, которые мы ставим перед правительством. И оснащение жильем семей с пятью и более детьми. Он назвал действительно удручающие цифры, когда, как в очереди, очень много семей стоят. И надеюсь, что в год матери эти проблемы у нас будут решены в совместной работе с правительством. Вместе с тем, у нас глава объявил, конечно, беспрецедентную поддержку на каждого рожденного ребенка в столетии нашей республики. Будет 100 тысяч рублей на каждого ребенка. И в то же время на детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях, когда, как мы добились индексации, здесь уже их вознаграждение увеличится в два раза. Конечно, это очень отрадно, что человеческий капитал в нашей республике сегодня в послании прозвучал красной линией. И роль матери, роль женщины, хранительницы очага. И то, что в демографической политике по рождаемости у нас республика занимает первое место по Дальневосточному федеральному округу и седьмое место по всей стране. Конечно, в этом направлении нам необходимо вместе хорошо работать. Спасибо. Ну что ж, Алена Николаевна, благодарим за ваш ответ. Ну что ж, друзья, прозвучали мнения участников прошедшего мероприятия. Мы услышали мнение по итогам обращения головы к депутатам Государственного собрания Илтумен. Ну что ж, у меня сейчас на этом все. Сергей, передаю слово тебе. Спасибо за информацию, за четкую и слаженную работу. Ну а время нашего эфира подходит к концу. Напомню, послание главы Якутии Айсена Николаева к госсобранию Илтумен в студии мы обсуждали с заведующим кафедрой истории, общества знаний и политологии Северо-Восточного федерального университета Ольгой Парфеновой. Ольга Афанасьевна, спасибо за ваше экспертное мнение. Спасибо и всем якутянам здоровья и счастья в следующем, 1922 году. Спасибо. Ну а более подробно о деталях послания главы Якутии к госсобранию Илтумен вы узнаете из наших выпусков новостей. Оставайтесь на наших каналах.